утро почти вот вот сейчас 9 часов утра это значит что мы начинаем наш вводный вебинар который будет посвящен сегодня брюшную манипуляции я вам расскажу что это такое и начнем с того что у нас вообще ждет на этом вебинаре пока я еще приглашаю людей итак нас ждет что включает в себя понятия брюшные манипуляции как они связаны с дыхательными практиками потому что это большая часть вообще нашего марафона какие имеются противопоказания какой положительный эффект оказывает массаж внутренних органов брюшной полости противопоказания наиболее важны мы именно поэтому и собираемся здесь с утра потому что лучше всего их делать на пустой желудок вот утром в утреннее время какие еще аспекты важно учитывать занимаясь практикой с чего все начинается и мы сделаем несколько тестов которые расскажут вам лично о вашей готовности к практикам брюшных манипуляций и отправимся в самостоятельную практику уже сегодня мы попробуем с вами кое-что меня зовут анастасия пенедорская я танцор хореограф руководитель и вдохновитель студии трайбл пенеданца фитнес и йоги пандук кроме этого я исследую еще свое тело то есть первое что ко мне пришло через какое-то время это осознанность что без йоги без возврата в тело без того чтобы узнать как двигается человек невозможно идти дальше в танцы поэтому я начала преподавать йогу не исследовать непосредственно само движение сейчас я иду еще дальше я исследую эмоциональный и когнитивный спектр движения и обучаюсь на танцевание двигательного терапевта вот пишу диплом поэтому кому будет интересно обязательно обращайтесь на эту тему сейчас мы затронем такую под тему небольшое что такое тройку потому что некоторые из вас здесь танцовщицы кто-то не вот тройку тройку это вообще ответвление можно сказать танцы живота потому что когда я недавно одному молодому человеку рассказала что танцуют были танцы он меня не понял так вот танец живота тройку это искусственно синтезированный стиль родившийся в америке в середине двадцатого века на основе рассказов фильмов и картинок из national geographic впоследствии танец дополнился опытом танцовщиц из ближнего востока северной африки и средней азии он условно стал до по условно поделились движения на разные семьи и он стал дополнен эстетикой и восприятием американцев это живой постоянно развивающийся стиль он вобрал в себя и элементы современных танцев таких как поппинг локинг бог и контемпорий как вы понимаете этот танец он просто взял в себя самые лучшие части со всего мира и у нас вот часто про нас говорят что танцовщицы tribal это такие сценические люди как у которых фламинкийская осанка шаги есть и египетские и турецкие и в том числе марокканские можно встретить гордые осанка пингийские руки это вот отличительные такие черты движение у нас станции по большей части основанный на принципе изоляции поэтому йога она помогает как можно быстрее прийти к этому эффекту и вот как я уже сказала узнаваемыми элементами стиля tribal является пламинкийская осанка и руки и удивительная коллекция шагов из индии турции египта морока и других стран а также богатые по красоте костюмы сочетающие в себе этнические винтажные объемные украшения в том числе ушедших эпох а также блеск пайеток и минимализм современности в настоящее время трайбл он очень разнообразен это уже целая культура со своими танцорами и селебрити танцовщицами фестивалями тусовками вот и можно увидеть как прям минимальный костюм который будет напоминать современную хореографию либо черная и металл как например бальтиес ну и соответственно богат богатейшие костюмы вот как мы видим в например в групповой импровизации там несколько юбок многослойность очень много украшений вот если вы посмотрите на двух танцовщиц танцовщицу бели-данса это девушка слева и танцовщицу вот трайбл бели-данса это слева и просто обычного классического бели-данса казалось бы что они очень похожи и костюмы и подачи но на самом деле в настоящее время это совершенно два разные танца я очень горжусь вот этим коллаборацией здесь танцовщицы американской был стайл представлены это я и моя группа нам удалось как это запечатлеть себя в истории то есть оставить свой след википедии и непосредственно мой формат которым я занимаюсь он называется американ файл стайл ну во всяком случае так раньше назывался это современный танец и он основан на групповой импровизации то есть мы все очень определенные движения их не так много танец очень очень простой движение по себе простые зачем это сделано специально для того чтобы мы могли взаимодействовать в группе и наш основной фокус уходит с движения на вот эту вот социальную коммуникацию внутри небольшого социума которая образует двойка тройка или 4 давайте с вами вместе подумаем и сейчас ответим на вопрос зачем брюшные манипуляции танцоров но если вы не консор вы тоже можете об этом упомянуть и написать и наше с такой небольшой brainstorming это когда вы накидываете ассоциации вариант варианты ответа зачем вообще брюшные манипуляции а каждый приходит в марафон вот даже вы пришли на этот вебинар зачем что вам интересно сейчас я вам немножко вернусь давайте с вами порассуждаем зачем танцорам танцовщицам девушкам ну вообще владеть животом очень интересная идея и то и и и Итак, вариантов я вижу нету, тогда немножечко помогу. Смотрите, нам важно понимать, как устроено наше тело и как это работает. Что я могу сделать уже сейчас и к чему я приду со временем. Если нету отзыва от мозга к телу и от тела к мозгу, если мы не можем проанализировать, как и что можно сделать с этим, во-первых, вообще просто осознанность, как и что работает, то очень сложно владеть своим телом. Я практикую уже достаточно долгое время и поняла, что важно, чтобы была настроена очень хорошо эта обратная связь. И по сути, танцор и определяется своей техничностью, как бы так можно выразиться, профессионального танцора можно отличить от начинающего тем, что у него богатый репертуар движений, и он чётко может в нужное время подать от мозга импульс в тело, чтобы сократить нужную нам мышцу. Это во-первых. Нужно понимать, с чем вы можете уже сейчас работать, потому что некоторые практики действительно сложны в своей реализации. И нужно понимать, с чем сейчас, вот в данный момент, а с чем я буду работать чуть позже, через развитие и вообще к чему я могу прийти. Это вообще владение телом, оно очень влияет на увеличение амплитуды, да и вообще на владение амплитудой. И дальше я вам расскажу про брюшную полость, как мы можем с помощью всего лишь манипуляций животом, дыхание, можно улучшить качество жизни в целом. Итак, перед вами представлены этажи брюшной полости. И как вы видите, сюда входит не только полость, где находится толстый тонкий кишечник, но и верхняя часть, это та часть, которая под ребрами сразу, там находится диакальма. И нижняя часть, где у нас вот эта вот рамка, это область малого таза. То есть, с одной стороны, как крышечку, область вот нашего живота, да, где находятся все органы, накрывает диафрагма, снизу, как поддерживающая часть. Это такая тоже куполообразная мышца, которая покрывает отдел малого таза. И наши органы находятся в середине. И вот брюшные манипуляции – это манипуляции мышцами живота, с помощью которого мы будем создавать внутренний массаж органов. При этом будут вовлекаться все три отдела. То есть, и диафрагма, потому что в основном все это будет делаться на банках, на удержании вакуума, и он будет осуществляться на выдохе. Вот. И при этом подтягивание нижнего вот этого вот этажа. А это как раз мышцы малого таза. Эффекты, которые мы можем достичь, практикуя ежедневные брюшные манипуляции. Это укрепление дыхательной мускулатуры, потому что в том числе дыхание вовлекается, улучшение венозного оттока, стимуляция периферийного кровообращения и движения гимфы. Но это связано с тем, что мы будем сдавливать, да, здесь мы будем давить, здесь мы будем подтягиваться, соответственно, все внутри нас будет сдавливаться. Таким образом, при вот этих вот дыхательных практиках мы будем работать вот так вот, таким вот образом, как насос. Соответственно, в чем улучшение венозного оттока? В сердце, сердце находится в грудной полости, на него мы будем оказывать тоже давление, за счет этого быстрее будет происходить вот это вот сжимание-разжимание. Вот, и кровь будет лучше уходить от центра к периферии, и быстрее будет вот этот вот делаться круг кровообращения. Включение парасимпатической нервной системы, снижение артериального давления, стимуляция толстого, ну, тонкого кишечника, улучшение кровообращения в органах малого таза и стимуляция эндокринной системы, системы выделения. Все в организме связано, поэтому мы зацепим все. Соответственно, все это приведет к улучшению, да, о чем я здесь говорила, улучшению качества жизни в целом. Но, но, у этих практик есть очень большие противодоказания, будьте внимательны, потому что уже в рамках потока первого марафона мы встретились с ним. Запрещено категорически практиковать во время беременности женского цикла. То есть это не то, что я чувствую или не чувствую болевые ощущения во время выполнения практики. Нет, неделя обычно женского цикла, она полностью исключается. То есть не делают во время вообще выделения. Это еще и связано с рыхлостью в малом тазу. Так как у нас много отверстий, ну, так получилось, да, как-то эволюционно, то нам важно понимать, что во время вот этих брюшных манипуляций мы создаем определенное давление. И это давление должно внутри нас удерживаться. Вот как только у вас одна из вот этих вот составляющих, то есть либо диафрагма работает неправильно, и она застряла на вдохе или выдохе, она спазмирована, либо тазовое дно не может, она разрыхлилась во время цикла и не может удерживать вакуум. Вот, мы не можем с этим, к сожалению, работать. И это является основным, самым главным противопоказанием. В связи с этим марафон 5 недель, но он рассчитан на то, что одна неделя выпадет в связи с противопоказанием. Во время беременности вообще категорически запрещено. Почему? Потому что будет оказываться очень большое давление в область брюшной полости. Но в связи с этим все остальные противопоказания, такие как миомы матки, кровоточащие растущие, остроинфекционные заболевания брюшной полости и малого таза, потому что мы будем оказывать давление на органы, обострения хронических заболеваний, пищеварения, гастрита, язвы нет. Если у вас какая-то хроника, то можно попробовать, но дело в том, если будет обострение, то категорически сразу прекращать. Повышенное артериальное давление тоже нет. Если вы сбиваете его до нормального, то в период нормального давления работать с вакуумом и задержками дыхания на выдохе можно. Но во время самого повышенного давления, если вы знаете, что у вас такое есть, мы будем усугублять с некоторыми духательными практиками ситуацию. И давление, наоборот, будет повышаться. Поэтому если это наложится на ваше повышенное артериальное давление, то сами понимаете, к чему это может прийти. Тромбоэмболическая болезнь тоже нет. Связано с тем, что из-за изменения давления везде, а вы почувствуете прямо это и в ногах, и в руках. Можно сдернуть какой-нибудь тромб. Поэтому тоже категорически нет. Злокачественные опухоли любой локации, пупочная грыжа и, важно, варикоз. На первом потоке мы столкнулись с варикозом. Девушка с ним боролась. И вот во время этого, во время практики, у ней появились некомфортные ощущения в ногах, в венах. И в итоге это пришло к тому, что вена в тазовой области немножко опухла. Пришлось категорически совсем прекращать. Она думала, что это уже такой этап, который она прошла, который не вернется. Но вот такие вот практики ежедневные, они покажут все, что вот... Все, в общем, весь негатив выйдет на поверхность. Важно, важно будет выполнять эти техники натощак. Делать можно также в течение дня, но если вы делаете либо в обед, либо вечером, вот, например, девочки были, которые практиковали вечером, приходили с работы, важно помнить, что после приема пищи должно пройти не менее двух-трех часов. Не рекомендую, я не работаю с детьми и с подростками. Почему? Потому что эндокринная система и вообще нервная система, они только-только настраиваются, только стабилизируются, поэтому не хочется туда влазить раньше времени. Не рекомендуется детям и подросткам до 14 лет в связи с воздействием на гормональный фон в том числе. А также лицам, недавно перенесшим операции, до истечения срока 2-3 месяца, но лучше всего проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Если при выполнении, это вот прям очень важный момент, очень-очень-очень, вы почувствовали дискомфорт, боль жжения, то немедленно прекратите практику. Скажите, пожалуйста, появились ли у вас какие-то вопросы в связи с эффектами, противопоказаниями, ну и вот такими вот вещами, которые важно учитывать при выполнении этих практик. Да, мы будем разбирать, и я сейчас обращаюсь к сообщениям. Брюшные манипуляции типа науле для здоровья. Все верно, но нужно понимать, что это практика, в первую очередь основанная на дыхании. Вот, вы начинаете чувствовать свой живот совершенно другим образом. Знаете, считается, что живот – это жизнь, да? Поэтому для меня лично владеть животом… А, кстати, есть еще, знаете, такой прикол. Ну, не прикол. В свое время к нам приезжала американская танцовщица вместе с мастер-классами, и у нее спросили, в какой момент танцовщица становится… Ну, как бы про нее можно сказать, что она профессионал своей деятельности. И она говорит, важно, что умеет делать – это хорошо играть на сагатах. Это такой металлический музыкальный инструмент, аккомпанемент во время танца. Важно делать хорошо, уметь шиме. Ну, в основном это шиме три четверти. Это таз, тряска. И она говорит, важно научиться улыбать живот. А как раз улыбание живота – это вот это вот подтягивание нижнего пресса. За счет этого вот здесь вот появляется небольшая улыбочка. Это говорит о том, что вы хорошо владеете животом, ну, как бы нижним прессом можете в любой момент, когда вам нужно его подтянуть, изменить таким образом свою осанку. Вот, в том числе можете сделать любые манипуляции на животе и начать в том числе и волну сверху вниз или снизу вверх. Да, с помощью вот этого всего можно делать очень эффективные движения, но это все практикуется. Постоянная практика и без этого никак. Поехали дальше. Будем разбираться, что еще. Давайте сейчас с вами сделаем несколько тестов. Тесты очень простые, и они покажут вашу подготовленность к вот этим практикам. Для этого нам понадобится секундомер. И эта практика, она называется пробогенчей, делается на выдохе. Что нужно делать? Вы берете секундомер, вот самый обычный, на телефоне. Я уверена, такое сейчас есть. Я думаю, на других телефонах тоже есть. И мы с вами, во-первых, нужно, если вы сидите, то сядьте таким образом, чтобы не перекрывать свои линии. То есть вы сидите, уйдите на краешек стула, сядьте с ровной спиной, макушкой тянитесь вверх. Плечи постарайтесь опустить вниз, грудную клетку, живот раскроете. Ноги лучше всего, чтобы они не были скрещены, а стояли под вами под углом 90 градусов, чтобы было комфортно. Если вы стоите, то встаньте тоже вот ровно, вытягивая макушку наверх, с опущенными плечами. Не нужно специально выводить грудную клетку прям сильно вверх, просто комфортно. Такая очень спортивная постановка. Так вот, можно лечь тоже, ну, как бы только просто тебя вытягивать. И вот здесь вот сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов. Не для того, чтобы раздышаться, знаете, вот здесь вот первая ошибка, когда специально так... Нет, ваше спокойнее, как вы делаете. После этого, когда вы сделаете два-три вдоха и выдоха, можете их чуть-чуть увеличить, но не сильно. Мы делаем выдох и стараемся прям полный выдох сделать и задержите дыхание. Задержать после выдоха дыхание и вместе с этим секундомер включить. И мы удерживаем задержку столько, сколько это можно. Вообще стараемся себя не насиловать, то есть вы не должны посинеть, позеленеть. И вообще первый позыв к вдоху, он должен для вас уже быть таким звоночком, что пора бы начать снова дышать. Вот, сделаю сейчас с вами вместе, сделаю несколько свободных вдохов и выдохов, и после этого заведу секундомер и посмотрим, какой результат получится. Делаю несколько вдохов. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня появилось желание вдохнуть, поэтому я останавливаю секундомер. И сейчас смотрите, нет здесь какого-то неправильного варианта, это просто есть показатели, которые говорят о вашей дыхательной системе, насколько она развита. Хочу напомнить, что многие работают в офисах. Мало у кого сейчас достаточно спортивный, достаточно подвижный образ жизни, и так или иначе мы проводим время за компьютером. Так вот, если мы не думаем о нашей осанке, то постепенно плечи уходят вперед, голова выезжает вперед, мы начинаем сутуливаться, мышцы грудные, вот здесь вот они находятся, они сокращаются, плечо выходит вперед, соответственно, вот здесь вот мышцы наоборот растягиваются. Таким образом мы приходим к вот такой вот постановке. Соответственно, чем больше мы сжимаемся к центру, тем больше мы сжимаем и наши внутренние органы. А здесь все. Здесь сердце, легкие мышцы и брюшной полости. И все это вот так вот стекается к центру. Поэтому, соответственно, сложно становится дышать, как это называют, полной грудью. То есть делать хороший объемный вдох и хороший объемный выдох. И за счет вот такого вот сокращения органов по передней линии дыхание становится коротким, поверхностным. Соответственно, если дыхание короткое и поверхностное, то в органы приходит мало кислорода и мало питательных веществ. Соответственно, например, ваши конечности могут кислород недополучать. Это можно сделать, ну как бы узнать, как вы дышите, можно сделать с помощью вот таких вот проб. Есть проба в Генче, и она на выдохе есть. Одна еще проба, она на вдохе. Сейчас мы с вами смотрим конкретно на выдохе. Она более для нас важна для брюшных манипуляций. Итак, давайте посмотрим результат. Смотрите, если вы задержали дыхание на выдохе меньше, чем на 25 секунд, то это говорит о том, что оценка состояния вашей дыхательной системы плохая. Вот, это не значит, что с вами что-то случится. Это просто значит, что ваше дыхание достаточно поверхностное. И, возможно, вы чувствуете быстрое, например, иногда можно чувствовать в этом случае аминение конечностей, да, либо рук, пальцев рук. Они быстрее зимой мерзнут. Вот, например, контроль иногда изменяется. Вот, это вот все из-за нехватки кислорода в конечном. Если от 25 до 30 секунд, то это говорит о среднем, о оценке состояния средней. Если 30-40, то хорошее. И, соответственно, если больше 40, то отлично. Можете для себя попрактиковать. Это генча первая называется пробы штангой. Пробы штангой, там цифры будут чуть выше, потому что там будет задержка дыхания на вдохе. И вот там уже, по-моему, отличное состояние. Это когда вы удерживаете задержку дыхания на вдохе больше 60 секунд. Вот, мне интересно, сейчас вернусь к вам. Расскажите, пожалуйста, какие у вас результаты получились. 23. Вот. Ну, в общем-то, результат такой, какой есть. То есть мы не говорим, что прям что-то плохо. И все... У вас просто на сегодняшний день результат ваш вот такой. Мы его принимаем. И это говорит о том, что надо бы с этим что-то делать. Да, потому что поверхностное дыхание, сами понимаете, это говорит о... Во-первых, вы должны чуть быстрее раздражаться. Потому что вот этот вот поверхностный вдох-выдох, он свойственен обычно состоянию нервной системы, когда мы либо злимся, вот такие... Либо происходит какой-то стресс. Вот. Здесь вот это вот поверхностное дыхание. Ну, и это значит, что оно учащено. Опять же, отсылка к стрессовому состоянию. Вот. Последите еще за своими мыслями. Ну, то есть, какое у вас частое настроение? Часто ли вы находитесь в стрессе? Все в нашем организме очень связано. Так что имейте это в виду. И даже дыхание может повлиять на вообще работу симпатической и парасимпатической нервной системы. Там где-то вы научитесь... Настроение хорошее. Хорошо. Отлично. Супер. Но главное, чтобы настроение было хорошее. Так. Ага. Банхи. Важнейшая тема вообще всего марафона. Банхам мы будем уделять очень много времени. Вот смотрите, я уже сказала. Здесь вот это вот сверху. Это купол. И это купол, который называется диафрагм. А вот это внизу, это еще один купол, который как раз является куполом тазов в дна. Так вот, как они работают? Диафрагма во время вдоха опускается и давит на шарик. Вот этот шарик, он символизирует сейчас органы брюшной полости. Давит на шарик, а соответственно шарик давит на мышцы тазового дна. И происходит такое вео. Они двигаются вниз, они двигаются наверх. Они двигаются вниз, они двигаются наверх. Может быть, когда, еще раз, диафрагма спазмированная, она остается здесь, тогда ничто, ни на что не давит. Вот. Могут быть слабые мышцы тазового дна, когда вот они особо и не поднимаются. То есть диафрагма надавила, они внизу остались, и вот, и как бы, все здесь. Нам нужно будет в рамках вот этого вот обучения научиться удерживать несколько банк. И все они при этом важны. Первое, Джаланхара банха, это банха вот здесь, горлового замка. Вы после того, как делаете выдох, вы делаете довыдох, чтобы выпустить из себя весь оставшийся воздух. Задерживаете дыхание, и по ощущениям вот здесь будет такой жест, как будто сглатывание. И вот это вот сглатывание позволяет нам перекрыть голосовую щель. А вот здесь вот, вот здесь вот образуется такая ямка, ну, за счет образовавшегося вакуума вот тут. Вот. И мы будем удерживать, то есть нужно удерживать себя на выдохе. Вторая банха, это удеяна банха, как раз диафрагменный замок. Мы после того, как сделаем выдох, мы должны будем сначала закрыть ребра, выпустить из себя воздух, а потом начать во время перекрытия Джаланхары банхи подтягивать область здесь вот между ребер, вот тут вот, внутрь и наверх в себя. И вот за счет этого у нас произойдет вот здесь, удеяна банха, либо диафрагменный замок. И мула банха. Очень важно, что так как вот эти вот все части работают вместе, нам подтягивать мышцы промежности, мышцы тазового дна наверх, чтобы они не давились, ну, как бы, не давило, не давило все это вниз давление на нас. Вот. Попробуем прямо сейчас. Я надеюсь, что вы еще не кушали. Если поели, то тогда не делайте вместе со мной. Может быть, попробуйте сегодня в течение дня чуть позже. Я вам расскажу тогда теорию. Вот. Я вообще не люблю даже пить, потому что вода начинает на мне переваливаться, булькать, и мне вот это вот очень-очень не нравится. Вот что происходит. Поэтому перед выполнением практиками я не ем, не пью, делаю их натощак после того, как утром встал. Эти практики вообще, вакуум, даже тот же вакуум, он какое-то время распространился, ушел в фитнес. И вот фитнес-тренера тоже пробуют эту идею. Дело в том, что она нам помогает избавиться от лишней воды, в том числе в области живота, в области талии. За счет этого можно, ну как бы не у всех, но можно потерять несколько сантиметров только за счет оттока воды от области брюшной полости. Ну, как бы здесь. Итак, поехали. У Диана Банха. Порядок выполнения. Выполняется стоя с небольшим наклоном корпуса вперед. Позиция называется позиция рыбака. Опираясь руками на переднюю поверхность. Нам нужно будет встать. Вот я встала. Вы видите, у меня, значит, стопы находятся сейчас под позабедренными суставами, немножко присогнуты. Я буду делать вот такой наклон вперед. Здесь что важно? Не сутуливаться. То есть вы не спиной тянетесь наверх, а вот прям вы нагнулись, выдохнули из себя весь воздух. Потом опираетесь на бедро, пожалуйста, не на колено. Потому что иногда девушки так сильно давят руками, что с помощью этой силы, не контролируя ее, можно реально физически выбить колено себе. Поэтому вот сюда, на переднюю поверхность бедра, пожалуйста. И мы с помощью рук отталкиваемся от этого и привстаем. Перестаем, таз уходит назад, и мы делаем как можно больше это, контролируя прямую спину. И вытягиваем себя наверх, при этом подтягивая вот здесь вот все вверх. Вверх и внутрь себя. Итак, вход. Давайте я вам сразу расскажу и вход, и выход. Важно. Делаем максимально полный выдох во время наклона вперед. То есть мы встали, немножко подышались, пришли в себя, почувствовали свою тему, почувствовали, где есть напряжение, настроились на практику. Сделали несколько свободных вдохов-выдохов. Дальше я буду делать спокойный вдох, спокойный выдох, до выдох во время наклона. Прям весь воздух. Сжать ребра, выдохнуть весь воздух. И после этого, и вместе с наклоном, дальше я задерживаю дыхание. Перекрываю голову, голосовую щель. Опираюсь на крозобедренные суставы руками. И себя вот оттуда, вот я делаю выдох. Поднимаю себя руками и растягиваю себя. Спина, смотрите, прямая. Не стуливаемся, не горбимся. Спину, таз назад уводит. Себя как будто за макушку выдвигаем вперед. И в это время, в это время все подтягиваем к центру вверх. Живот должен уйти прямо под ребра. Перекрыли голосовую щель. И вот во время вот этого вставания вы не делаете вдох. Но вот знаете, у вас как будто вы делаете, это называется мимый вдох. И у вас во время мимого вдоха все вот здесь, все вот здесь подтягиваются под ребра. Грудная клетка поднимается. Ребра поднимаются, расходятся в стороны. Живот естественным образом у нас растягивается. Вот. Следим за тем, чтобы живот был расслаблен. У некоторых девушек основная проблема, почему не получается, связана с тем, что живот при этом напряжен. Поэтому, кстати, вот неправда, сейчас развею вам миф, девушки, которые накачаны с мышцами пресса ярко выделенными. Вот вообще мышцы пресс выделены, это говорит о недостатке жировой массы. То есть не нормальном ее наличии, а недостатке. Женщинам не хватает жировой прослойки. А нам жировая прослойка, ну, все-таки не нужна. Да, потому что оттуда организм берет питательные вещества, которые нам нужны в том числе для того, чтобы период был в своевременном. Вот. Значит, мы подтянули и удерживаем вот этот вот вакуум столько, сколько можно. Все зависит от вашего дыхания. То есть если у вас дыхание поверхностное, то долго вы здесь стоять не сможете. Не рвитесь, пожалуйста, столько, сколько смогли. Главное не передержать. Как только вы почувствуете, что появился первый пазыг на вдох, мы отпускаем сначала живот. Грудная клетка, она как будто из вот этого состояния чуть приподнятого возвращается в свое нейтральное положение. Живот расслабляется, все тело уходит в нейтральное положение. И только после этого вы делаете обычный вдох. То есть мы сделали, перекрыли, поднялись, подержали, потом все отпустили. И вот только после того, как вы все отпустили, сделали вдох. Важно, вы не должны здесь закашливаться и вот, знаете, как будто начнет в горле першить. Такое бывает в ситуациях, если вы передержали задержку. То есть будьте внимательны к себе, смотрите, как только появляется порыв, тут же мы останавливаемся и выдыхаем. Еще раз про позицию. Важно, вот такая позиция. Спина, видите, таз ушел у молодого человека назад, он упирается, но здесь не очень правильно, что на коленях. Все-таки руки должны быть повыше. Почему? Потому что нам отталкиваться. И вот смотрите, позиция первая. Это позиция, вы встали, колени присогнуты, дальше сделали выдох и накнулись. И вот здесь вот на третьем рисунке показано, как молодой человек уже подтягивает органы плюшной полости в себя. Давайте сделаем, попробуем вместе. Я сначала покажу, как это у меня происходит. И потом вы уже, соответственно, самостоятельно. Я встаю, встала. Еще раз. Стопы под тазобедренными суставами. Моя задача будет сейчас подышать сначала спокойно, войти в тело, почувствовать себя, настроиться на практику. Дальше я делаю выдох. Подышала. Делаю выдох. И до выдоха вместе с наклоном. Прям вот здесь вот, чтобы... Смотрите, какая идея. Вот здесь должно все сократиться. Вот сократилась, я прям скукожила. Дальше я перекрываю голосовую щель, не дышу. И вместе с вставанием делаю мнимый вдох. То есть я не дышу, но приподнимаюсь, отталкиваясь от бедра и вытягиваю себя наверх. Спина прямая, таз уходит назад. Моя задача вытянуться и вот это все туда внутрь подтянуть, чтобы вот эта часть ушла прям под ребра. И у вас образуется хороший вакуум. Пробуем вместе. Я поближе, чтобы вот вы видели живот. То есть вам голова сейчас не нужна, а работа живота нужна. Ну и в том числе вы увидите вдох и выдох. Итак, стою, вот руки здесь. Я сейчас вам указывала на то, что все вот здесь ткани ушли под нижние ребра. Я показывала, что у меня перекрыта голосовая щель. И главное, проверяла дополнительные руками, что вот центр живота, то есть вот здесь вот, у меня все здесь подвижно. То есть мягко, то есть я не сжимаю. Я только втянула вот эти вот части внутрь и наверх. А вот здесь у меня все осталось. Да, важно еще раз. Не зажимать. Мы делаем все это на расслабление. Скажите, кто-нибудь хочет попрактиковать со мной? Мне важно, ваши ощущения. Получается, не получается. Это вообще первая часть. С этого будет начинаться наш марафон. С этого начинается обучение. Ну вообще, с включения вообще живота. Мы там сначала будем дышать, потому что на дыхании все. Мы, когда я только придумала этот марафон, он изначально состоял из двух дыхательных практик. Вследствие того, как я начала его делать, потому что все, соответственно, я сама прохожу, делаю в течение всех пяти недель, смотрю за своими ощущениями. Вот, могу сказать, что у меня, видимо, тоже проблемы какие-то с венами, потому что я чувствовала во время марафона, как у меня, ну как бы ноги начали немножко гудеть. У меня это проходит через вот там неделю. Первое прошло, и это, видимо, застой определенный венозный, потому что у меня в поколении, ну как бы в роду с венами проблем. Пожалуйста, очень-очень аккуратно, ну то есть не без фанатизма. Если вы покушали, то сейчас в вашем шарике там есть какие-то вот вещества, все, что вы съели, и вы сейчас на них хотите надавить. Это может быть, будьте аккуратны, потому что это может прийти и к заводке в кишку, да, и то, что там внутри все закруется. Потому что, вот смотрите, мы сейчас будем, вот наши органы, и мы сейчас вот так вот со всех сторон хотим сжать. Поэтому, если у вас даже есть вода, ну будьте аккуратны, вообще с водой можно делать, потому что обычно йоги с утра пьют, либо просто воду с температурой вот комнатной, либо с лимоном тоже можно, говорят, очистительные практики, отлично влияют на ногти, кожу, волосы. Это вот добавление масла лимона, ну или как бы рожмят лимон. Я категорично ничего не ем, не пью, мне не нравятся внутренние ощущения. Делаю полностью на пустов. Вот, поэтому будьте аккуратны сейчас. Знаете, лучше, как это, подождать и сделать вечером, попробовать, когда вы поедете с работы, ну там, не наедайтесь, предположим. Вот, и вечером перед сном попробуйте, вот, чистить будете зубы. Я надеюсь, вы перед сном, ну, как бы, прям, не едите вплотную по времени, у вас будет вот этот плюс 3 часа между тем, как вы поели, ну, поужинали, последний прием пищи, и перед тем, как вы легли спать. И вот как раз перед сном встать и попробовать. Хорошо? Все. Итак, делаем вдох-выдох, спокойно подышим, встали, все очень комфортно, колени чуть-чуть присогнутые, вам должно быть здесь удобно. Вот. Вдох-выдох подышали. Вдох-выдох подышали. С этого будет все начинаться. Как видите, я сейчас для демонстрации сильно не задерживаю, ну, как бы, вот, сколько получается, по чуть-чуть, потому что тоже вхожу в практику утром. Нужно очень отслеживать реакции своего тела. Вот с этого будет, по сути, все начинаться. То есть первое, что нам нужно будет делать, я сейчас вернусь снова к презентации, это научиться удерживать банку и правильно работать с дыханием. Мы сначала активизируем ваше дыхание, чтобы активизировать мышцы живота, чтобы вы раздышались, чтобы вы могли делать задержку как можно дольше. Потом мы научимся делать это. Вместе с этим, с осознанностью мышц своего живота мы перейдем к важному. Это то, что важно танцовщицам бэлли-дансам. Это понятие волна с животом, либо бэлли-ролл. В чем здесь фишка? Его многие умеют делать, и многие даже могут. Но, к сожалению, его в нашем случае, как танцовщица, мне нужно его перенести в стоячую позу, в сценическое пространство. Выполняется стоя, и, по сути, это волна сверху вниз и снизу вверх. Можно делать на дыхании. Вообще мы делаем это мышцами живота. Для этого у нас должен быть достаточно активный верхний, средний и нижний пресс. Кстати, если вы рожали, после родов, из-за того, что вы носили ребенка, ну как женщины носят вообще ребенка, если не восстанавливать потом дыхание, то дыхание уходит в... Ну, здесь же ребенок, вот здесь у нас ребенок. И у вас, получается, он зажимает диафрагму в одну сторону, и тазовое дно, соответственно, в другую сторону. Так вот, с помощью вот этих практик можно еще восстановить себя после родов, восстановить дыхание и восстановить подвижность и диафрагму и тазового дна. Активизировать мышцы пресса. И вот изначально ко мне на марафон, вот на первый поток, пришла девочка, несколько беременностей, свои, без кесарева. С кесарем это невозможно, потому что у вас нарушены связи между мышцами. Так вот, она пришла, и совершенно не было осознанности и владения нижним прессом. Мы включили нижний пресс, это все происходило удаленно, она на тарифе ибрит, поэтому я была с ней за руку. И вот звали ее Галина, если что, я потом выложу ее отзыв, он уже, в принципе, есть в интернете. Если заходить, можно будет посмотреть. Вот у Галины не был включен нижний пресс. Соответственно, после того, как мы нашли для нее, подобрали упражнение, чтобы удаленно подключить нижний пресс, у ней она вакуум делала часто, а вот на уле не могла. И у нее мечта была голубая, научиться делать на уле, а эта волна не снизу вверх, а справа налево, слева направо. Вот, и я помогла Галине активизировать нижний пресс. У нее изменилась постуралка, то есть изменился корпус, она начала обращать внимание внутрь своего тела, изменился фокус и все начало получаться. Вот здесь вот представлено вам, как это делать, как делать Белли Роу на вдохе и на выдохе. Соответственно, волнувся вверх вниз и снизу вверх. Но что нам нужно делать? Нам нужно, так как мы хотим научиться владеть животом, это надувать живот. Вот живот в обычном состоянии, а вот надутый. Как вы видите, я не стараюсь не прогибаться в поясничном отделе. Вот, смотрите, вот видите, я прогнулась, а мне это не нужно делать. Здесь я сейчас, это волна только животом без вовлечения позвоночника. Я надуваю живот, вот надую, и мне нужно постепенно научиться забирать, активизировать верхний пресс, средний пресс и нижний пресс. И за счет как раз постепенного проката и получается волна. По сути, Белли Роу, это вот из положения, ну это такое первое подготовительное упражнение, положение, простите. Это когда вы вот надули, а потом убрали вверх, центр, низ и снова пошли. То есть пошла вторая фаза, когда вы постепенно надуваете поочередно вверх, центр, низ и сдули. Вверх, центр, низ и надули вверх, центр, низ. Сдули и вверх, центр, низ, надули вверх, центр, низ. Эта штуковина работает как в одну, так и в другую сторону. То есть можно это делать сверху вниз, а можно снизу вверх. И здесь также вы надуваете низ, центр, вверх, сдуваете низ, центр, вверх, надуваете низ, центр, вверх, сдуваете низ, центр, вверх. Это нужно перенести в корпус, в позицию и по сути вот здесь вот и работать. То есть при этом мы еще как танцовщица думаем про свет, думаем про какое-то конкретное положение, в котором мы стоим, подсвечиваем работу с руками или без. Можно накладывать что-то бедрами, либо, например, поработать грудной клеткой. И о том, как встать в корпус, я тоже рассказываю, но только на пятой неделе. Почему? Потому что сначала мы работаем на включение мышц. И вот еще очень интересно, я здесь не представила, но это считается высшим белоклозом, когда вы после того, как научились делать банки, да, вот это вот позе рыбака, вы учите делать агнисары крии. Оно у нас в йоге, агнисары крии, такое, как это, разжигание внутреннего огня. А в танцах это движение всем знакомо, как флаттер. Это диафрагменная тряска. То есть вот здесь вы делаете вдох-выдох, выдыхаете воздух, то же самое на вакууме подтягиваете, и потом делаете вот здесь вот выбрасывание живота вперед и внутрь, вперед и внутрь, вперед и внутрь, вперед и внутрь. Но происходит, знаете, как вот такая вот мелко-мелко амплитудная тряска. У всех по-разному, при этом может делаться либо на открытых, либо на закрытых ребрах. От этого будет зависеть качество, амплитудность, длительность выполнения и так далее. То есть что происходит, сейчас попробую, чтобы вам было видно. Близко, далеко. Вот такие вещи. Такие вещи относятся уже, знаете, к пилотажу. Вот. И проблема в том, что сделать вот здесь вот пользу любота их намного проще, чем вот здесь, в корпусе. Плюс еще, так как это все определенные трюки. То есть трюк не обязательно, это умеет делать. Это показывает ее профессиональность, это трюк. Вот как трюк это интересно. Поэтому и мы здесь говорим о том, что можно не уметь, но хорошо бы. Почему? Потому что вы сразу повысите свой уровень в глазах наблюдателя, зрителя. Вот. Самое сложное в этом всем перенести это в движение. То есть откуда начать, как открыть, где, в каком моменте сделать выдох, чтобы здесь все подтянулось и вы начали трясти. Ну плюс еще, знаете, такие элементы, которые вас будут выдавать, потому что это же на выдохе делается. Задержка дыхания. Это постепенно краснеющее лицо. Ну плюс еще можно подзадохнуться, то есть передержать. И после этого тогда появится такое першение и, возможно, даже кашель. Поэтому это все нужно тренить, учиться, пробовать. В связи с этим марафон занимает пять недель. Одна неделя, напомню, вылетает в связи с противопоказанием. Ну и то, что мы тоже делаем на марафоне, но это уже тоже пилотаж и ничего сложного нет на самом деле. Просто нужна практика. Вот. Галину мы, кстати, довели до этого. Он не начал получаться. Ей казалось, что маленькое выделение жгутов, но, тем не менее, меня все устраивало. Я считаю, что для нее, для ее практики, из человека, которого не были включены мышцы никакие, включить нижний пресс, да еще и наличиться за пять недель выделять жгуты живота, это прям... То есть, ну как бы не обесценивает никогда результат. Результат вы всегда точку раз и точку два. И вот этот вот путь, он волнист, тернист, тревожен. Но, тем не менее, мы должны понимать, какой огромный путь проделать. Так вот, науле. Это выделение поочередное, срединное, либо боковое жгутово. Эх обычно описывают как срединного и правого-левого пресса, типа того. Но правого-левого пресса не существует. Вот. Это косые мышцы живота, которые нам нужно, соответственно, выделить. И после этого мы учимся делать с помощью переката, постепенного сокращения. Раз, два, три. Раз, два, три. Волну то в одну, то в другую сторону. Тоже делается на банхе. То есть, мы начинаем с того, что мы будем подышать. Мы встанем, подышим. Сделаем полный выдох, да выдох. Сделаем вакуум. Подтянем ульяну банху наверх. Это вот эта штука. Я вам рассказывала. И после этого начинается выделение жгутов. Я сейчас попробую обратиться к вам и показать штуковину. Снова близко, чтобы вам было видно живот. Вам на меня не так важно смотреть, как в область живота. Итак, сейчас встаю комфортно, настраиваюсь на практику. В танцах эта штука не делается. В танцах невозможно делать вот эту, потому что в ней, ну как бы можно приставать. Ее в основном делают сиди, и это очень йоговская практика. Но вы знаете, у некоторых фетиш на нее, поэтому я ее даю. Сама умею, поэтому делюсь с другим. Демонстрация. Что я сделала? Сделала ульяну. Подтянула все внутрь. После этого начала движение сокращения. Так, так, так. И снова. Сначала была волна в одну сторону. Ну, это получается слева направо, потом в другую сторону. Почему? Потому что, ну, считается, что я прогладила живот в одну сторону. Мне теперь нужно вернуть в другую сторону. Вот. И после этого вам показала, когда выделяется вот этот вот шарик в середине, это выделение центра. А вы жгута при этом уже вот расслаблены, не забывайте. И показала вам выделение боковых. У меня был сначала правый, потом левый. Они выглядят как такие, как такие вы видели смещения. То есть у меня вот здесь были дырочки внутрь себя, что говорит о том, что я нахожусь в вакууме. Вот. И выделяю бок и бок. Если вопросы по, ну, как бы, по нашей сегодняшней, по такому, как сказать, показательным, по показательным выступлениям. Ну, вот. Это прям, на самом деле, не так сложно, как кажется. Так, сейчас. Что-то пошло не так. Не так сложно, как кажется. Просто нужна определенная практика. Вот без практики, знаете, никуда. За пять недель реально сделать. Ну, а для этого я предпочитаю, чтобы все было подконтрольно. Вот. Чтобы наблюдать за всеми во время выполнения. Выполнения. Вот. Смотреть. Ага, очень понятно. Хорошо. Спасибо за обратную связь. Очень ценно, потому что я так хоть понимаю, что там как и что как работает. Сейчас просто немножко хочу рассказать про нас и почему, ну, как бы, я этим всем занимаюсь. Вот. Сама танцор, я про это рассказала чуть выше. Вот. Запись будет. Я запись выложу на YouTube, ну, и ВКонтакте, соответственно, чтобы вы могли посмотреть. Почему Квандук? Почему я вам советую выбирать нас? Мы работаем с 2016 года. В 2016 году я обучалась по своему основному направлению и получила статус sister, как его сейчас называют, partner studio. Вот. И являюсь сертифицированным преподавателем стиля вот своего направления, групповая импровизация. У нас уже за это время сложилась определенная узнаваемость и бренд, потому что мы танцуем еще раньше, группа образовалась еще чуть раньше, чем 2016 год. Но мы танцевали больше в свое удовольствие. А вот именно как школа мы открылись во второй половине 2016 года. У нас на сегодняшний день есть узнаваемость и определенный момент, потому что в Кандук уже все знают подход. Все знают, как это будет ступенчато, постепенно, очень конкретно, очень точно, в основном без воды. Иногда бывает, но чаще всего все очень понятно. Я преподаю мастер-классы интенсивы как по России, так и за границей. Мы отличаемся тем, что у нас есть системность, логичность, методика. И я, моя задача всегда из себя довести результаты и сделать это с другими людьми. Вообще я как бы бухгалтер, и это была бухгалтер. Сейчас я занимаюсь только танцами, но раньше я занималась бухгалтерским учетом, поэтому это позволило систематизировать мне мозг. Я уже думаю определенными идеями. Называю себя методолог. Все методологии ведения вебинаров, мастер-классов и обучений придумываю сама, прокатываю на своих учениках, которые постоянно учатся в студии, и вот только после этого уже вывожу это в онлайн-формат, потому что в онлайн-формате работать сложно. И следующий пункт у нас сложно. Это действительно так. Потому что я хочу, чтобы организм у нас один, у нас тело одно, и нам с ним жить. Поэтому сломав его один раз, сломав его какую-то составляющую, либо когнитивную, либо поведенческую, можно очень сильно навредить. В связи с этим сложно. Нет аналогов. Все методологии, которые я придумывала, они мои, мои, лично мной придуманы, лично мной обкатаны. Поэтому они динамичны, не стоят на месте, и мы постоянно развиваемся. За шесть лет, за последние шесть лет в коронавирус, и вот после мы обучили более тысячи прекрасных девушек и женщин. Поэтому я знаю, о чём говорю, я знаю, как устроено тело, и я знаю, как девушки, что они делают и чего они не делают. У меня уже есть определённая насмотренность, и это мне очень сильно помогает. У меня не только танцевальное образование, но, как я рассказала, я ещё и специалист движения. Закончила институт. Вот это ОНО, ИЦО, Институт современных техник оздоровления, ректор Агапкин Сергей Николаевич. И вот благодаря ему у меня есть научный подход к йоге. Не традиционный, а более научный. То есть я могу измерить какие-то вещи, которые происходят в вашем теле, в том числе и вот это вот всё можно тоже мерить с помощью секундомера. Просто нужно знать подходы и практики измерения. Наши группы работают бесперебойно, мы особо не уходили никуда, немножко в онлайн во время коронавируса, а так у нас постоянно были наборы и онлайн, и офлайн. Я постоянно обучаюсь, совершенствуюсь и работаю с людьми и с телом. Я не понимаю про тех преподавателей, про которые говорят, что они профессиональны, но у них нет, например, своих постоянных групп. Это говорит о том, что насмотренность падает. Это говорит о том, что люди же тоже находятся в постоянной динамике, в постоянном развитии. Постоянно нужно коммуницировать, потому что ученики учат тебя, а ты учишь учеников, и это вечный круговорот и процесс, который не должен, как я думаю, нормального преподавателя, меняться либо останавливаться. И я себе всегда ставлю амбициозные цели, и моя каждая цель на ступеньку выше, чем сегодня. В связи с этим всем я могу только предложить вам участие в марафоне. Что это за марафон такой? Марафон – это онлайн-марафон, который называется «Марафон по брюшной манипуляции». И основная наша идея будет включить дыхание и включить ориентированность, ощущение себя внутри, плюс подключить движение живота. Длительность – пять недель. Напомню, зачем. Я думаю, что рабочие у вас будут четыре, пятая выпадет. Там, на самом деле, сейчас раньше этого не было, сейчас я сделала. Есть еще скрытая шестая неделя. Эта скрытая шестая неделя даст вам возможность спокойно сделать повторные замеры, потому что у нас в марафоне все начинается с замеров. Чтобы вы точно знали, я из этого ушла и куда я иду. Без этого невозможно работать. Нужно сделать замеры, нужно поставить цели, нужно настроиться на марафон, нужно настроиться на результат, подслушать свое тело, понять, нужно это ему или нет, как оно реагирует, попробовать. Уровень подготовки может быть любой при отсутствии противопоказаний. Еще раз противопоказания. Это очень важно. Беременности, женский цикл нет. В эту неделю вы попадаете. Если вы даже хотите войти в марафон, вы можете смотреть. Ну, написать, я отказываюсь выполнять домашние задания, но мне интересно, например. Либо женский цикл, вы пишите начало женского цикла, мы автоматически отсчитываем 7 дней и в это время домашние задания не проверяем. Еще раз, миомы матки. Острые инфекционные заболевания области брюшной полости и малого таза. Обострение хронических заболеваний пищеварения. Такие, как язвы и гастриты, повышенное артериальное давление. С ним можно, но вам нужно будет следить за ним и сбивать вниз. Тромбоэмболическая болезнь, покачественные опухоли, пупочная грыжа. И в том числе будьте аккуратны, чем с варикозом. Потому что мы уже с ним встретились на предыдущем марафоне. Было очень неприятно, но девушка сама не знала. То есть она подписала. Мы ставим там плюсики, которые будут говорить о том, что у вас нету этих ограничений. Ну, так получилось, что есть. Вылезли. Что делать? Разбираться с тем, как с этим жить. Ну, то есть лечиться. Какие практики мы рассмотрим? Мы рассмотрим то, что укрепит ваше дыхание, то есть мускулатуру, то, что увеличит ваше дыхание. И то, что вам даст возможность почувствовать живот, напряжение в животе и вот эти вот разные отделы пресса. Ну, первое, полное дыхание. Это для того, чтобы раздышаться. Его называют еще полное йоговское дыхание. Квадратное дыхание. Отличная практика для того, чтобы успокоиться. То есть вы чувствуете стресс, напряжение, что-то раздражает. Квадратное дыхание. И вы снова в теле, снова вернулись, заземлились и смогли продолжить свою работу. То есть я использую все эти практики еще и в обычной жизни. И, соответственно, для пресса, для развития, для отделения разных частей пресса это каббалабхати и пхастик. И, соответственно, брюшные манипуляции. Это Ульяна Банха. То, что я вам показывала. Подтягивание живота. То, что называется вакуум. Агнисара тхаути. Это вот это то, что называется флаттер. Животом. Белли ролл, соответственно. Это волна сверху вниз, либо снизу наверх. И на Уле эта волна слева направо, либо справа налево. Как будет проходить марафон? Один раз в неделю вы получаете предзаписанное видео с объяснениями всех практик. Дальше ежедневно, утром натощак, либо вечером, потому что кому-то удобнее вечером, но за три часа не есть. Вы делаете вот эти вот упражнения, снимаете себя на видео. И каждый день, то есть вот смотрите, 7 каждую неделю, это значит, что у вас есть 7 дней практики. Посмотрели видео, попрактиковали, себя записали. Посмотрели, попрактиковали, записали. Там есть возможность не выкладывать, ну как бы видео в общий доступ, а присылать их конкретно преподавателю. Поэтому если вы беспокоитесь, что вы там в белье, не накрашенное, еще что-то с вами не так, то, пожалуйста, не беспокойтесь, потому что эти видео никто не увидит. Вы будете практиковать, и мы на нашей платформе организуем вам вот такой вот, как бы не хотите ни с кем общаться, вы не будете. Хотите с кем-то общаться, пожалуйста. Ну то есть это же дополнительно еще стимул общения с другими людьми. Отличная возможность узнать себя, узнать что-то про свое тело, в том числе других послушать и узнать, как это происходит у них. Интересно. Мне вот за это я люблю марафоны, потому что иногда девушки сами подталкивают меня на какие-то очень классные новые идеи, которые у меня до этого не было. И возможности участия. Вот я вам выкладываю тарифы, но для начала скину ссылочку в чат, чтобы вы могли посмотреть, перейти. Вот если вы захотите, захотите подробнее ознакомиться со всем, то вот ссылочка на наш сайт. На этом сайте и происходит, ну как бы продажи, если вы захотите присоединиться, никаких других идей нет. То есть напрямую нет, через сайт. А я возвращаюсь сюда, снова к возможности. Для участия у нас сейчас есть несколько тарифов. Вот я сначала хотела сделать только один тариф и прошлый поток. Из того, что это было впервые, то цена была достаточно высокая. Сейчас цена упала. То есть раньше цена начиналась от 5 тысяч. Сейчас первая практика, вот вы не хотите ни с кем общаться, вы хотите все делать самостоятельно, и вам не нужно, чтобы вас вели, и вам не нужен никакой индивидуальный подход. Вы хотите сэкономить, у вас еще денег не очень много, но вы хотите очень участвовать, вы хотите разобраться в себе. У нас есть для этих людей тариф «всю сам». У вас есть все практики, весь раздаточный материал. У вас также будет домашнее задание, и вам также нужно будет снимать себя на видео и присылать. Но вы не будете получать на это обратную связь. То есть вы будете работать. Зачем нужно себя снимать? Я прям категорично вмешиваюсь, если что-то не так. Обычно в первый день у всех не очень хорошо получается практика, а на второй, на третьей нормально. Все сразу становятся более сосредоточены на себе, на дыхании и делают. Но я всегда смотрю, не ушли ли вы куда. Здесь это все-таки наш организм. Еще раз, очень важно, чтобы вы были в теле, и вдруг вы что-то где-то пережимаете, вдруг вы что-то где-то неправильно встаете, либо дышите, вдруг вы сутулитесь, а вы на видео этого не видите и в жизни этого не чувствуете. Поэтому я тогда, это нужно, чтобы я вмешалась. Я сказала, так, Мария, почему вы как бы вот это… Давайте обратите внимание на свои ошибки, поправьте тут, тут и тут. Вот. А он все сам, но до тех пор, пока у вас все хорошо. Как только приходит нехорошо, вы тут же услышите меня, увидите меня, я вам настрочу сообщение, я вам еще что-то сниму, я все равно вас веду. Поэтому я никому не дам делать криво. Следующий тариф, тариф базовый, он чуть подороже. Почему? Потому что здесь у нас, кроме этого, появляется еще чат, обратная связь, две сессии вопрос-ответ. И здесь уже, так как вы все время со мной, вы близко ко мне, мы с вами плотнее знакомимся, а я есть в каждом чате, и для тарифа PIPO, и для тарифа базовой. Вот. Здесь, соответственно, мое руководство, такое мое регуляция процесса более часто происходит, поэтому и цена, соответственно, выше. Вот. Не волнуйтесь, у вас, кстати, здесь еще очень хороший раздаточный материал, он, в принципе, везде на всех. Но вот все, что вы пройдете, вам не нужно это записывать, не нужно это куда-то себе помечать, делать какие-то отметки. У вас будет по всему марафону раздаточный материал. Он предоставлен просто на пятой неделе, нужно дойти. Ну и тариф PIPO – это мое личное участие. То есть, если, например, иногда в тарифе базовый, если людей много мне помогают какие-то помощницы, вот, и они могут быть вашими кураторами и вести вас, вот, то на тарифе PIPO у нас индивидуальный подход. Я работаю конкретно с вашими проблемами. Вот, например, последнее, что у нас было, это Галина. Галина, я просто хвалюсь, потому что это мой самый хороший результат. Попробуйте подключить кому-нибудь какую-нибудь часть тела онлайн на расстоянии, там, достаточно, хоть мы живем в одном городе, но мы не встречались во время марафона. Вот, и это сложно, это процесс, это постоянно мне нужно думать, постоянно я решаю, каким упражнением что можно включить, записываю эти упражнения и даю очень личные рекомендации, потому что каждое тело уникально, и нельзя все это сваливать в одну, ну, как бы, под один формат. И в рамках марафона у вас еще будут, вот, когда я записывала этот марафон, я рассчитывала только на дыхание и только на работу с животом. Не получилось. Почему не получилось? Потому что понадобилось дополнительное упражнение для активации либо косых мышц, либо прямой мышцы живота, либо, там, например, расслабление после дыхания, вот, включение нижнего пресса, все это нужно было. Поэтому они все, все эти упражнения были написаны, и сейчас, ну, на мою, на мою вкусовщину марафон идеальный, потому что включает все те части, которые нужны. То есть там есть все. У вас есть там несколько дополнительных упражнений, у вас есть четыре дыхательные практики, у вас есть, соответственно, дальше уже фокус в живот идет. Сложно, вот, когда я говорю даже тот же болерол, напрягите верхний, нижний, средний пресс. Вначале это будет шарик, который будет делать что-то. И вот для того, чтобы разделить верхний, нижний пресс, тоже будут дополнительные подводящие упражнения. То есть важно, чтобы мы не просто впрыгнули, а все было постепенно и очень нативно. Это такая фишка. Это методология развития, методология работы с телом. Часто люди отличаются, ну, как бы, мы отличаемся тем, что нам хочется здесь и сейчас. Поверьте мне, здесь и сейчас не получается. Но, знаете, тише едешь, дальше будешь. Постепенно, каждый день, нативно, включая это в свою ежедневную рутину, мы приходим к тому результату, который нам нужно получить. Много не надо, рваться не надо. Но и, как бы, просто, как я это называю, лежим по направлению к цели. Но никогда не рвемся, потому что на это можно выхватить и погорание, можно на это выхватить и какую-нибудь болячку. Когда, вы знаете, я, например, штангу не поднимала, а тут хочу поднять, и каждый день делаю по сто раз. Понятное дело, что я не медленно увеличивала как-то входимость в практику, а сделала все быстро и резко. Ну и, соответственно, получила то, что должна была получить. Вот. Все вот эти вот тарифы, я не знаю, видите ли вы здесь тариф. Вот он. VIP 7700. Ну, разница небольшая по цене. Самый выгодный, соответственно, все сам. Самый расширенный, на котором я полностью с вами 7700. Я рекомендую тариф базовый, на нем все есть, на нем будет несколько встреч. Сессия вопрос-ответ, это когда мы с вами точно так же утром встречаемся в удобный для вас день, в удобное для вас время. Мы все согласуем его. И вы мне задаете очень конкретно свои вопросы. Просто мы делаем это вместе, чтобы можно было обсудить в рамках вот группы. Вопросы. Расскажите, пожалуйста, как вы это ощущаете, как вы это чувствуете, если у вас вопросы, хотели бы вы присоединиться. Вот. Да, нет, думайте. В любом случае я никого не настаиваю, никого не заставляю. Просто интересно. Кто не успел? Я выложу сейчас этот, сейчас вебинар записывается, поэтому я его выложу, и вы, если что, сможете на Ютубе в течение нескольких дней до запуска марафона посмотреть этот вебинар в записи, чтобы было более понятно. Еще раз, быстренько, что нас ждет? Четыре дыхательные практики, и нас ждет вакуум. Вакуум – это когда... Помогает убрать лишнюю воду, и здесь можно даже и за счет этого на сантиметр-два убрать себя в талии. Нас ждет болерол, это волна с животом, без вовлечения позвоночника, снизу вверх и сверху вниз. И снизу вверх, и в одну сторону. Можно мелком флитудно, можно прям сильно. И самое такое основное, что мы хотим делать – это флаттер, научиться делать диафрагминную тряску живота. Ну и высшим пилотажем является науле выделение боковых и центрального жгута. Делается тоже все это на полном выдохе и задержке дыхания на выдохе. Вот чем мы будем заниматься во время марафона. Спасибо, Анна. Это практика. Это рабочий, в моем случае, мой живот – это очень рабочий инструмент. И он к этому шел. Ничего не бывает. Вот так все идет. Поэтому спасибо вам большое. Мне очень приятно. Вот. Если вопросов нет, я вам еще раз отправляю на всякий случай, чтобы у вас была ссылка. Можно ознакомиться, можно мне задавать вопросы, можно в телеграм-канал, можно мне лично написать, например, ВКонтакте, можно на Ютубе, если хотите. Вот. Противопоказания. Важно, чтобы не было. Очень важно, как оказалось, еще с венами связано. Господи, слово вылетело из головы. В общем, чтобы у вас было все в порядке с венами, потому что мы будем оказывать давление на живот. И у нас будет вовлечено в движение все тело. Вебинар стартует 1 июля. Я вас всех жду, приглашаю. Мне будет очень приятно, если вы присоединитесь. Мы будем работать 5 недель. Из них одна вылетит, скорее всего, в связи с противопоказанием. Это период. И одна есть скрытая шестая неделя, когда вы спокойно сделаете все замеры, выложите, и мы подведем с вами итоги. Ну и в конце будет, как обычно, награждение. Я буду выдавать сертификаты, вас всех поздравлять. Ну, тех, кто дойдет до конца. Вот. Спасибо вам большое. Я желаю вам прекрасного дня. Сегодня понедельник, начало недели. Так что с открытым сердцем движемся по направлению цели. Всем спасибо и всем пока-пока. Хорошего утра.